Интересный случай. Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у нас речь об аппарате Samsung. Моделька у нас A51 или же A515F. Неспроста у меня стоит включенный компьютер сзади. Будем работать по сервис-мануалам. Точнее поговорим о недоработках сервис-мануала на данный аппарат. Приступим. Данное чудо сейчас видите у себя на экранах. Вот он. Сразу скажу я его уже сделал и неспроста в него включен зарядник. Сейчас все покажу, все расскажу. Пойдем за компьютер. Сразу извиняюсь, не буду делать захват экрана, чтобы упростить себе монтаж. Там будет все и так понятно без захвата экрана. Поехали. Итак, скачали сервис-мануал. Находим вот этот пункт, связанный с зарядкой, с USB. Вот его название. Не буду зачитывать. Мой английский оставляет желать лучшего. И начинаем смотреть. Буду говорить образно, без точного перевода. Короче говоря, если у вас не идет зарядка, измеряем напряжение на конденсаторе 90-14. Оно должно быть от 5 до 9 вольт. Почему от 5 до 9 вольт? Потому что телефон поддерживает быструю зарядку и зарядники у нас от 5 до 9 вольт идут. Хорошо. Почему-то у меня не находит этот элемент на плате. Именно в ПДФ. Но я знаю, что этот элемент находится у нас под щитком. Сразу под щитком. Если на этом элементе нет напряжения, мы меняем субплату. Для тех, кто не знает, что такое субплата, вот она. Субплата, разъем зарядки А51. Сейчас достану, покажу. Мы ее купили и уже поменяли. Вот она, субплата на А51. Смотрим дальше. Нету питания, есть питание. Замеряем на конденсаторе 90-14. Допускаем, что у нас есть питание. Идем ниже. Смотрим конденсатор 5108. Вот его как раз-таки он у меня находит. 5108. И поехали его искать на плате. Так, более точно не буду показывать. Он где-то вот в этой куче элементов. Это опять же щиток. Железный щиток, который стоит на плате. Это у нас коннектор дисплея. Это коннектор аккумулятора. Ну, все понятно. Здесь коннектор камеры. Где-то вот здесь находится конденсатор. С. Кто-то там. Сейчас найдем еще раз. С5108. На нем должно быть питание от 5 до 9 вольт. Опять же, замерили. Если на нем нет питания, меняем вот этот элемент. У60.05. Давайте его найдем. 60.05. Поехали искать. У60.01 и У60.05. Давайте увеличим плату. 300 процентов. Давайте 400. Вот внизу у нас находится элемент У60.05. Это у нас какой-то контроллер. Не будем зачитывать. Смотрим позицию. Опять же, видим щиток. Но уже с другой стороны платы. Опять тут щиток. Здесь стоят какие-то... Так, извиняюсь, далеко. Микросхемы. Судя по всему, процессор и память. То есть, греть феном нам тут абсолютно нельзя. Там компаунд и потекут у нас шары из-под компаунда. Снимаем аккуратно щиток, используя сплав РАЗЕ. Вот здесь у нас элементы. Аккуратно мы их... Вот эту вот кучу элементов не спинаем. Не сминаем. Меняем элемент У60.05. Допускаем, что поменяли. Идем дальше. Поменяли. 60.05. Если питание появилось... А, если питание у нас было до замены, то меняем аккумулятор. Поменяли аккумулятор. Если питания у нас нету, меняем У50.06, который мы уже видели. Давайте его еще раз посмотрим. Так, У50.06. И где он у нас стоит? Так, У50.06. То есть, вот он. Это контроллер... Стоять, куда побежал? Давайте увеличим. Это контроллер питания. Здесь мы опять видим некую микросхему. Опять же, здесь щитки металлические, которые греть нам нельзя. То есть, мы можем угреть процессор с памятью. Нам это, конечно же, не нужно, потому что плату мы отправим с вами в помойку тут же. После этого перекатать такой процессор будет очень-очень тяжело. И на этом моменте у нас скончается наш сервис-мануал по этой теме. То есть, по зарядке. После замены аккумулятора у нас должно было все заработать. Но вот незадача не заработала. Что же будем делать дальше? В этом сервис-мануале отсутствуют некоторые пункты, которые могли бы нам помочь. Один из пунктов вот в самом начале, в самом начале, вообще должен быть проверьте свой зарядник. Потому что очень много товарищей приходят на ремонты просто тупо со сломанным зарядником. Хорошо. Проверили зарядник. Работает. Вторым пунктом должен был быть у нас проверьте шлейф, который соединяет субплату, вот эту вот субПБА, и нашу материнскую плату. Здесь тоже нету. Этот шлейф пропускает у нас напряжение. Я не буду говорить о том, что у нас там три должно быть контакта, которые дают питание, чтобы у нас контроллер видел зарядку. У нас есть плюс и минус есть, который должен шлейф пропустить через себя. Давайте перемещаемся за стол обратно к нашему пациенту и там уже поговорим. Итак, вот наш подопытный. Давайте включим ему зарядку. Ага, зарядка пошла. Отключим зарядное устройство и выключим его. Этот аппарат, а да, пароль навести, давайте отключим аккумулятор. На секундочку, морда, то бишь дисплей на этот аппарат стоит порядка 7000 рублей. Очень хорошо, что компания Samsung отказалась от разбора телефонов через экран. Очень хорошо. Потому что экран снимать гораздо сложнее. Отключили питание. Видим, вот наша субплата, вот наш шлейф субплаты. Сюда он подключается. Камеры, блок камер. Вот наш шлейф. Все элементы, которые я показывал, они находятся под щитками. То есть вот здесь конденсаторы, с той стороны микросхемы. Хорошо. В такой момент мы замеряем питание на субплате. Субплаты питания у нас расходятся, доходят до шлейфа. Хорошо. Замеряем на шлейфе. За питание на шлейфе у нас отвечают два крайних контакта. То есть вот этот контакт и вот этот контакт. Они самые большие. Видим, широкие токопроводящие дорожки. Они отвечают за питание. Мерим питание. На обеих дорожках оно присутствует. То есть плюс 5 вольт в моем случае блок питания. Пяти вольтовый все-таки я использую. Питание доходит. Дальше подключаем шлейф обратно в материнскую плату. Или же системную плату. Подключили. Мерим на конденсаторах. Питания у нас нет. Щитки у меня не сняты. Почему? Потому что сразу я заподозрил одно. Телефон у нас включался. То есть телефон включался, но зарядку он не видел. И потребление на зарядном устройстве было у нас ноль. Вот абсолютно ноль было потребление на зарядном устройстве. То есть надо было тут же задуматься, почему там ноль. Какое-то потребление при дохлых микросхемах все равно должно быть. А там ноль. Мерим все питание. Питания у нас, естественно, нет. Что делаем дальше? Сервис мануал предлагает нам сразу менять микросхемы. Но смысл нам менять микросхемы, если мы еще не все померили. А в сервис мануале этого не говорится. Это распространенная проблема на Samsung Galaxy A серии новой. 51, 50, 31, 30. У них у всех есть вот этот субшлейф. Он у всех присутствует. У кого-то их два, у кого-то он один. И подключается он таким коннектором большим. Все токопроводящие дорожки у него толстые. То есть они вот здесь. И вот если бы инженеры Samsung предположили бы, что сначала нужно замерить питание вот здесь. Очень много бы людей не снимали бы вот эти щиточки. А как проверить это питание? То есть мы берем, подключаем коннектор. Коннектор подключили. Здесь все подключили. Подаем питание. На элементах у нас, повторяюсь, ничего не звонится. Питания там нет. Мы берем наш любимый мультиметр. И сейчас не буду питание подавать. Потому что... Хотя ну давайте подадим. Ничего страшного не будет с этого. Аккумулятор подключать не буду. Давайте. Подали питание мы на него. Чтобы ничего не вызванивать, ничего не прозванивать. У нас вот здесь минусовой контакт. Мы прям под шлейф втыкаем. А вот здесь у нас плюсовой контакт. И если мы попадаем на контакты, у нас появилось питание. В моем случае питания там не было. А это значит, что коннектор у нас просто тупо подразбило. Телефончик где-то кто-то разбирал. И контакты на коннекторе просто разжались. Я взял пинцетик свой. Острый, заточенный станочком из прошлого видео. Ссылочка в описании. И вот здесь всплывет ссылочка обязательно на это видео. Посмотрите, пройдите. Делал для заточки пинцетика скальпеля из девядюшника. Просто взял пинцетиком и маленько поджал контакты. Все. Избегая замены микросхемы контроллера заряда и микросхемы контроллера питания, также замены аккумулятора. Единственное, что я поменял субплату, потому что там действительно разъем был уже, не сказать, что подбитый, но он был уже грязный, не стал его чистить. Просто поменял субплату. Тем более, я ее уже купил в это время. Вот такие недоработки у нас по сервису мануала Samsung A51. Кстати, тут A51, а не 515 почему-то написано. Хотя у него A515. Ну, модель-то сама по себе. Вот такие вот, товарищи, дела. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно, ставьте обязательно лайк. Подпишитесь на канал, не забудьте. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.